приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про лучшие пять танков тяжелых девятого уровня вначале покажу вам три победителя по 500 золота из прошлого видео под этим видео тоже можете оставлять комментарии больше пяти слов в конце не забывайте писать никнейм и в следующем видео покажу 3 победителей по 500 золота поэтому не забывайте подписываться ставить лайки и писать комментарии но мы переходим к нашему топ-5 взял я эти топ-5 танков по статистике а расставил уже на свой вкус поэтому на пятом месте у нас есть 75 почему я его засунул на пятое место они на какое нибудь там первое или еще какое-то поскольку есть 75 огромный медленный и он не так сложно пробивается по сути броня у него плюс-минус такая же как и у стальных тяжей девятого уровня но они не такие большие не такие медленные и не настолько легко их разбирать также на башне у нас есть лючок крыша пробивается несложно также пробивается легко нлд да и если стрелять сверху вниз легко даже можно пробить и vld если вы стреляете специальными снарядами особенно там какими-то кумулями 300 плюс то есть 5 пробивается как кусок масла во все дыры да конечно можно там прятаться использовать рельеф укрытие так далее но согласитесь е75 давным-давно уже ни для кого не является каким-то там препятствием непреодолимым которое тяжело пробить также что больше всего меня раздражает допустим в 75 это то что у него пробиваются легко над гусеничные полки они еще наклонены к врагу так что он всегда их видит и легко вдоль гусеницы пробивает поэтому если у врага хороший калибр то он может просто спокойно бы башечками садить вам в прямой каток и всегда пробивать еще и на гуслю ставить поэтому на мой взгляд е75 мало того что он супер медленно у него маленькая удельная мощность из-за этой маленькой удельной мощности турбину беспонтово ставить поскольку она в процентах добавляет так мало что разницы почти никакой а максимальная скорость у нас и так большая улучшать нам ее не надо поэтому турбина смотрится так себе до пробитие у танка неплохое чтобы бэшка что специальным снарядом альфа 530 это все круто классно орудие неплохое но вот броня и медлительность размеры это все печалит да это танчик конечно получше чем многие другие на девятом уровне прокачиваемые танки а мы рассматриваем пять лучших прокачиваемых танков поскольку с акционными если на себя точно не потягается это такой вот неплохой старичок который давно в рандоме с 2011 года у нас есть но я бы допустим лучше поиграл на каком-то другом прокачиваемым танки которые заняли в моем топ-5 места повыше по оборудованию я бы на него поставил досылатель стабилизатор закалку поскольку турбина этому танку не так уж много нужного дает про полевую модернизацию скажу один раз в парной модификации полезные вещи находятся у нас с левой стороны поэтому качаем их но не всегда у некоторых танков и без полевой модернизации параметры хорошие поэтому нет смысла прокачивать полевую модернизацию чтобы ничего не ухудшать поэтому допустим сохранение набранной скорости в полевой модернизации качаем у всех тяжей а вот улучшение точности на точных пушках нет смысла там что-то мудрить ухудшать сведения или улучшать точность если она и так классная то зачем его трогать а так у всех тяжелых танков прокачиваем в парной модификации все слева поскольку правая она ничего не дает полезного вот и все теперь танчик на четвертом месте в нашем топ-5 тнх твз-51 и здесь броня уже получше в башне но в корпусе примерно такая же тяп-ляп как и у ес 75 башня у этого танка это что-то невероятное во первых она супер крепкая на ней есть экраны так еще и лючки очень маленькие их тяжело выцелить и даже практически не видно поэтому играя от рельефов наш танк реально непробиваемый и может четко разваливать врагов также у нас нормальная удельная мощность хорошая максимальная скорость пробить основным снарядом 252 специальным 294 в принципе на девятом уровне более-менее нормально но конечно бывает и получше также у нас еще два орудия на выбор одно цикличная которая точная стабилизированная и супер четко понравится людям которые любят обалденные четкие точные пушки а второе барабанная которая мне больше нравится там всего лишь два снаряда в барабане альфа такая же как и на цикличке 440 пробитие такое же но там два снаряда в барабане и за один момент когда враг подставляется можно выдать два снаряда поскольку перезарядка между выстрелами очень быстро да там весь барабан перезаряжаться 20 хвостиком секунд и дпм получается небольшой но за счет того что за каждый игровой момент ты можешь выдать два снаряда за счет этого и можно накидывать каждый бой неплохие циферки урона что в этом танке радует крепкая башня классный барабан хорошая скорость что у этого танка плохо так себе броня в корпусе увы на 7 радусов даже еще хуже чем у есть 75 у того 8 тут всем благо танк хотя бы низкий но он еще и плохо поворачивает корпус вообще не поворачиваться также это единственный танку которого полевая модернизация отличается от остальных танков если у всех остальных тяжей 9 уровня в нашем топ-5 абсолютно одинаковая полевая модернизация то тут она в 4 парной модификации отличается в последней там у нас либо максималка плюс 4 километра вперед либо скорость сведения здесь уже смотрите сами если вам не хватает орудия то выбираете скорость сведения если вам максималки не хватает то ставите плюс 4 километров вперед если вам кажется что танк нормальный можно ничего не трогать поскольку это сложный выбор и тот и тот параметр очень нужен и максималка танку нужно и скорость сведения тоже. Если вы играете на цикличном орудии, то скорее всего нужно выбирать плюс 4 км вперед, поскольку орудие и так супер обалденное, точное и четкое. А вот на барабанном орудии хочется выбрать скорость сведения, поскольку орудие намного кривее, чем цикличное. Там и сведение хуже и точность. Максимальную скорость можно компенсировать турбиной. В плане оборудования на ТНХ все просто. Досылатель сюда не поставишь, поэтому ставим вентиляцию, стабилизатор, без него никуда. Ну и в последний слот ставим то, чего нам не хватает. Либо закалка, чтобы хп было больше, либо турбина, чтобы ехать быстрее, либо прицел, чтобы попадать лучше. На крайняк можно даже поставить ОМП, чтобы корпус ворочался более-менее вменяемо. В принципе больше полезного сюда ничего не поставишь. Танк крутой, танк классный, особенно в позиционках от башни. Тем более он ведет к такому классному танку, как ВЗ-55, который является одним из самых сильных на 10 уровне. Поэтому через такой танк 9 левела приятно идти к одному из самых сильных танков. Они друг друга стоят. На третьем месте в нашем ТОП-5, АМХ М4 МЛЕ-51. Это ветка, которую нерфили, перенерфили, не знаю сколько там раз. Бедные эти тяжи французские. Но все же девятка еще держится высоко. Конечно она большая. Конечно у нее бумажные такие борта, особо ромбовать на ней не нужно. Но лобовая броня крепкая, хорошая и точное неплохое орудие. Рекомендую играть на ДПМ нам скорострельном орудии. Там чуть лучше скорострельность ДПМ. Там лучше пробитие. Намного лучше точность стабилизации сведения. Поэтому играть будет намного комфортнее. Да и альфа 400 на 9 левеле это нормальная альфа. 257 пробитие основным снарядом, 315 специальным. Хорошая лобовая броня, хорошая у нас мобильность. Удельная мощность 15. Максимальная скорость вперед 35. Конечно максимальную скорость хотелось бы улучшить турбиной. И поставить досылатель стабилизатор турбину вообще не ошибка. Танчик четкий, приятный, удобный, комфортный. Хорошая лобовая броня, ромбовать на нем не надо. Единственное, что у него лючки на башне несложно пробиваются. И еще их два. Поэтому желательно танчик приподнимать или находиться выше врага. Для того, чтобы эти лючки не было видно. У ВН 8 градусов. Это конечно так себе для такого высокого танка. Но это единственный практически минус у этого танка. Ну максимум можно еще записать в минусы броню в бортах. Поскольку танк высокий, танк большой. А борта не сильно толстые. Поэтому на нем лучше вообще не ромбовать. Просто лбом танковать. Да и по сути у вас и не получится. Поскольку борта супер тонкие. И на корпусе есть щеки. Если вы будете доворачивать корпус. У вас будут пробивать в щеки. Вот мы и подошли уже ко второму месту. И на втором месте у нас М103. Недавно тут ветку эту всю перекопали. Перелопатили. Циферки подкрутили. И там на шестом уровне мега имба получилась. Настолько обалденно, что там чуть ли не с восьмерками может тягаться спокойно. Также у нас и Т32 подкрутили циферки. И М103 тоже. Т110Е5 особо не трогали. Поэтому если вы не качали эту ветку. То я рекомендую именно в данное время начинать ее качать. Уже полгода как можно было ее наверное качать. И до сих пор не трогают эти танки. Практически вся ветка супер мега имбовые. На каждом уровне каждый танк в этой ветке. На первых позициях они просто невероятно сильные. Это наверное лучшее время чтобы качать ветку Т110Е5. Практически каждый танк в ветке мега обалденный. Если вы еще по каким-то причинам не прокачали эту ветку. То я не знаю почему вы это не делаете. И так чем же крут М103. Здесь также альфа 400. Как и у большинства танков в нашем топ 5. Только два танка у нас с другой альфой. 400 это прям стандарт. 258 пробития ББ шкать. 340 кумулятивом. Ничего не смущает? 340 кумулятивом на 9 уровне у тяжелого танка. Это можно с кайфом пробивать все что хочешь. Да у ВН и как и у всех остальных практически 8 градусов. Здесь как-то так получилось на 9 левеле. Что у большинства танков 8 градусов у ВН. В целом это так себе приемлемый результат. Не хотелось бы на самых лучших танках на уровне кататься с 8 градусами. Подавай нам 10. Но сложно выбрать 10 когда у всех 8. Также неплохая точность. Хорошее сведение. Отличный ДПМ 2400. У этой ветки прям ДПМ практически у всех танков зашкаливает. Орудие прям комфортное и классное. В плане оборудования ставим досылатель, стабилизатор, турбину. Максимальная скорость у нас 34 вперед, 12 назад. Здесь нам как раз не помешает в полевой модернизации выбрать скорость назад. Плюс 2 километра. Чтоб хоть какая-то была. Также если мы сюда еще и турбину поставим, то и мы вперед и назад будем ездить с кайфом. Но если вам скорости такой хватает и вы не особо там носитесь по карте на тяжах, то можно поставить вентиляцию. Чтоб еще с большим кайфом стрелять. Да если посмотреть на броню М103, то она по сути примерно такая же как и у остальных танков. Так себе бронированный корпус, лоб башни нормально бронированный. Но вот крыша тоже пробивается как у некоторых танков в нашем топе легко. Так еще и лючок там тоже на башне есть. Бортовая броня так себе, что в корпусе, что в борту башни. Поэтому когда доворачиваешь танк, он несложно пробивается. Нужно играть супер аккуратно. Этот танк прям не особо про броню. Это танчик про супер классное орудие. Конечно, есть моменты, когда этот танк неплохо танкует. Лоб башни там, если вы находитесь выше врага и он не видит вашу крышу и лючки, то его тяжело пробить. Также, если вы стоите в чистом поле, то уже терять нечего. Нужно доворачивать корпус, стараться раскачивать танк. Если в момент выстрела вы опустите корпус вперед, то НЛД будет пробиваться не так уж легко. Да и катки часто не пробиваются. Поскольку корпус закруглен со всех сторон, если враг попадет хоть чуть-чуть не в центр, то он сразу же не пробьет. Этот танк заслуживает второе место в основном за счет орудия. Оно супер мега обалденное. Наверное, лучшее орудие среди всех тяжей 9 левела. Орудие это, наверное, одно из самых главных в танке, что есть. Поэтому этот танк и заслуживает аж второе место среди всех наших топ-5. Ну и на первом месте, наверное, уже очевидно, какой танк. Это Конь. Это единственный танк в нашем топ-5, у которого УВН 10 градусов. Самая лучшая точность среди всех наших танков, которые мы сегодня посмотрели. Самое лучшее сведение. При этом неплохой ДПМ. И одно из самых лучших пробитий. 259 основным снарядом. 326 специальным снарядом. Также 400 альфа. В плане орудия вообще никаких нареканий. Супер обалденно точно стабилизированное мега снайперское орудие. Для тяжелого танка лучше вообще не придумаешь. Единственное, что тут нет таких кумулятивов, как и у М103 с пробитием 340. Здесь, конечно, пробития специальным снарядом поменьше. Но здесь компенсируется все супер точностью, сведением, стабилизацией. Также здесь у нас присутствует и броня. Можно немного за счет толстой гусеницы бортом потанковать. Можно от башни поиграть. Конечно, лючок пробивается и маска голдой тоже пробивается. Это нужно учитывать. Прям безнаказанно стоять, как истукан от рельефа, не получится. Нужно понимать, что наш танк не является чем-то неуязвимым. Но он дает нам зато супер комфорт в орудии. Максимальная скорость вперед у нас 34. Назад 12. Ну, благо, назад скорость мы можем улучшить хотя бы полевой модернизацией. Также за счет того, что орудие у нас супер клевое, мы можем улучшить остальные параметры в танке. Досылатель, турбина, закалка. Турбина, я думаю, здесь по-любому нужна. А вот закалку можно поменять и на стабилизатор, если вы так себе стрелок. Здесь смотрите сами. Вот такие вот у нас 5 лучших тяжей 9 уровня. На мой взгляд, сейчас самый актуальный это М103. Поскольку у него сейчас самая актуальная, наверное, ветка среди всех тяжей, чтобы ее качать. Там столько имбовых танков, что просто тяжело вообще найти хоть один плохой. Пишите свое мнение в комментариях, в какой бы последовательности вы эти танки расставили. Или какого здесь танка не хватает, на ваш взгляд. А это был мой топ 5 тяжей 9 уровня. Не забывайте писать комментарии с никнеймами, чтобы выигрывать золото. Всем спасибо за просмотр. С вами был Варщик. Играйте красиво. Всем удачи. Пока.